Число заразившихся ковид в Казахстане приближается к 4 тысячам. По сути, говорят наблюдатели, идет настоящая война. И здесь важна работа людей для людей. Нельзя не отметить самоотверженность и мужество тех, кто сегодня находится на самой передовой. Понятно, что риск заболеть есть у всех, но у медиков он гораздо выше, просто потому что они ежедневно сталкиваются с вирусом. Да, врачи обеспечены защитными костюмами. На лицах специальные каски. В таком одеянии они проводят целый день, а иногда их смена длится несколько суток. Но врачи, медсестры, санитары неделями не видят своих родных и близких. Медики жили в больницах, в изоляции от общества. Благо, их теперь поселили в гостинице. Здесь они будут, пока не вылечат последнего пациента. О сложности работы нам рассказала врач-инфекционист с 7-летним стажем. Конечно, вдали от семьи очень тяжело, но мы об этом не стараемся. В основном думать, как мама, как жена. В моей жизни, например, это первый раз. Не видеться в семье полтора месяца – это очень тяжело. Но я думаю, что это как врач-инфекционист – это мой долг. И из-за этого в основном я стараюсь думать о работе. Первыми от карантина пострадали самые незащищенные слои населения. Люди и до кризиса, едва сводившие концы с концами, семьи с маленькими детьми или неизлечимо больными родственниками. Волонтеры говорят, что очень тяжело знать, что совсем рядом с тобой есть огромное количество людей, которые находятся в группе риска и не могут свободно выйти на улицу. Именно поэтому волонтеры совершенно бесплатно стали работать, причем рискуя жизнями. С 19 марта все волонтеры, которые начали принимать участие, никому из них ничего не оплачивалось. Мы максимум только им предоставляли – это средства индивидуальной защиты, антисептики, маски, перчатки, питание для волонтеров, для большей части, кто работал больше четырех часов. На расходы бензин и на остальные расходы каждый волонтер нес самостоятельно свои расходы. Почему? Потому что у них было особое желание помочь другим людям. Эпидемия и самоизоляция – на первый взгляд эти вещи должны были оттолкнуть людей друг от друга. Однако, напротив, возникшие сложности вызвали настоящий подъем добровольческого движения. По всей стране сразу развернулись волонтерские штабы для помощи наиболее уязвимым в условиях пандемии людям. Поэтому сегодня врачей, волонтеров и полицейских называют героями нашего времени. Бауржанжи Ахмед Ахмедяр Ильясов, Столичное бюро, ТДК-42.